Стеша умерла в Иерусалиме спустя три недели после приезда. Они успели недорого снять трехкомнатную квартиру в самом дешевом и до изумления замусоренном районе, в каком-то неуютно-сквозном бездвери подъезде. Успели записать Владку на курсы иврита, а Леона в шестой класс местной перегруженной детьми школы, где он ничего не понимал, чувствуя лишь пустотный гул под ложечкой. Однако единственного из русских детей его не дразнили и не шпыняли. Он был похож на всех марокканских мальчишек в классе, на улице, во дворе. И те несколько фраз, что успел выхватить из всеобщего ора на уроках и переменах, произносил в точности, как эти черноголовые горлопаны, с арабским придыханием, от которого ему еще предстояло избавиться. Стеша покинула этот мир, исполненная радости и покоя, как ни странно это звучит. Она вообще много радовалась под конец, становясь чем дальше, тем светлее и легче, хотя физически уже не в состоянии была передвигаться. Радовалась, словно выпавшая ей последняя дорога в Иерусалим была вовсе не случайностью, не Владкиной придурью, а наградой за какие-то тайные заслуги. Она и рождение Леона считала теперь чуть ли не главной себе наградой и никогда не сердилась, если он ее копировал, подтрунивал над ней или откровенно передразнивал. Леон был единственным, кому Стеша накануне ухода рассказала о том, как убила управдома Сергея. Она лежала в третьей палате отделения внутренних болезней больницы Адаса, что на горе Скопус, подключенная капельница с кислородной трубкой в носу. Леон сидел рядом каждые десять минут, дотошно проверяя, хорошо ли держится у нее на руке залепленная пластырем игла в дряблом шнурочке вены. Они с Владкой менялись. Та дежурила ночью, Леон, пропуская уроки с утра до вечера, хотя уход здесь был на совесть, и такого круглосуточного дежурства от родственников никто не требовал. Но они все равно не бросали Стешу ни на минуту, потому что носатый и спокойный, как слон-врач, сказал ей немного осталось, и наша задача не дать ей страдать. Так что, пока Стеша хорошела под наркотиками, Леон сидел рядом, перебрасывая с ней двумя-тремя словами, когда она все реже всплывала со дна своего туманного забытия. С собой у него были журнальчик-приложение к местной газете на русском языке и плеер, по которому он маниакально, как обреченный, слушал и слушал реквен. В какой-то момент Стеша очнулась и знаками показала, чтобы он снял наушники. Глаза у нее были понимающие и ясные. — Большой Эттингер, — проговорила она с трудом, — ему там хорошо, он там поет, как птица, готовится меня встретить. — Я сейчас и видела, не волнуйся, ему там хорошо, — повторила она со значением. — А я и не волнуюсь. — Вот и не волнуйся, Левка. Слышал, что у правдома Сергея убили в тот день, как расстреляли большого Эттингера. Так вот это заговорил Скарыча. За него было кому отомстить. — Партизаны? — спросил мальчик. — Какие, к черту, партизаны? — тяжело дыша, презрительно отозвала Стеша. — Гаврил Скарыч был, слава богу, человек семейный. За него было кому отомстить. — И кто же это такой оказался храбрый? — насмешливо спросил Леон. — Я, — ответила Стеша. Она спокойно переждала, пока мальчишка, по обезьяньи подпрыгивая, изобразит ее за пулеметом, с винтовкой и гранатой. И когда схватил в кулак большую круглую ручку с восемью стержнями и замахнулся на нее, дико вращая глазами, Стеша благосклонно проронила. — Да, вот так. Он застыл. — Ты его заколола? В сердце? — Не, вот сюда. Приподняла руку, за которой потянулся шнур капельницы, и показала на горло, трепещущее от нехватки воздуха. — Я тебя научу когда-нибудь. — Ба, научи, прям сейчас! — взмолился он. — Я завтра физрука убью. — Хорошо, — отозвалась она, — завтра утром покажу. Отдышусь только. Но не вышло, нет. Ранним утром уже светала, Стеша отошла. В тот момент, когда она утихла, Владка требовала на стойке медсестер пластиковый стаканчик. Напористым голосом, по-русски, точно речь шла о чем-то судьбоносном. О срочной операции, например. Леон, самостоятельно приехавший на первом автобусе сменить Владку у постели Стеши, невозмутимо прошел мимо скандалившей матери, точно был с нею незнаком, обычно его манера, и направился в палату. Интересно, столкнулся он при этом в дверях со стешенной душой, что, испуганно оглядываясь в эти минуты, искала выход из дома страданий к устью широкой воздушной реки, что принесет ее прямо к большому Эйтингеру? Плюхнувшись в кресло рядом с койкой, минут пять он привычно сидел в наушниках, но вдруг, ощутив пустоту над неподвижной грудью замершей Стеши, приподнялся и склонился над ней. Минуты две вдумчиво изучал потухшую радужку и восковые морщины милого лица, спросил прерывистым, заговорщицким шепотом, «Ба! Ты умерла?» И она впервые не ответила на его простой вопрос. Так что тайны ремесла уничтожения людей, точнее, тайны мастерства, даже искусства, Леон постигал гораздо позже в других местах и у других знатоков этого дела. Но перед тем, как применить известный прием, наивно обозначенный Стешей вот сюда, неизменно выхватывал из бегущей памяти ее образ на больничной подушке с кислородной трубкой в носу, с пластиковым шнуром капельницы у горла. Барышня не спала, когда он вернулся. Сидела за столом на табурете, одном из двух подаренных соседкой, и пила очень сладкий чай. В последнее время она клала в стакан, стаканы тоже занесли соседи другие, с третьего этажа не меньше четырех ложек сахара. Владка, совершенно спятившая после трагедии Чопа, и с того дня считавшая потери, кричала ей, «Что, хочешь заработать диабет? Или проглотить за пять дней все наше пособие?» «Баба умерла», — доложил Леон, и в наступившей тишине сел напротив за стол, дорисовывать дурацкий комикс в приложении к русской газете. «Стеша», — проговорила барышня и левой нетрясущейся рукой положила в чай еще ложку сахара. «Стеша». «Эта женщина стала домом Эттингера. Она сберегла мамины кольца в голод, в войну. Она сберегла кольца Доры, Леон. И где же они?» — спросил мальчик, закрашивая фиолетовым толстый нос пузатого идиота на картинке. Барышня присвистнула, вяло махнула рукой и жадно отхлебнула горячего чаю. Зима в том году была холодной, квартира не отапливалась, изо всех щелей неистово тянула ледяным иерусалимским ветром. «Там же, где белый червонец и папины книги, которые украла для Николая Каблукова она же, говорю тебе, она стала домом Эттингера во всем его противоречии». Леон поднял голову. Он смотрел на барышню серьезно, не отводя глаз. О книгах разговор возникал каждый раз, когда старухи припирались. О белом червонце и Николае Каблукове тоже. Помню, как одна называлась. «Несколько наблюдений за певчими птичками, что приносят молитве благость и райскую сладость». Напечатана в типографии с Цибор-Мархотского, этого безумного графа-республиканца. Папа называл ее посвящение Желтухину. Ее легко узнать по экслибрису. Полковой барабан, на нем перевернутая труба и лев под золотой аркой из букв до Мэттингера. «Если встретишь ее, Леон...» «Хорошо», — сказал он. «Выкупи». «Ладно», — сказал он. «За любую цену и не жмоться». «Ну, хорошо, хорошо». Он давно уже научился разговаривать с такой барышней. Главное не перечить. Книга-то книга. Окей. «За любую цену». Конечно же, он вспомнит эти ее слова, когда однажды в подвале лавки Адиля, присев над ящиком из-под пива, двумя пальцами вытянет из стопки разноязыких потрепанных томов некую старую книгу, потому лишь, что заметит на переплете кириллицу в старом правописании, а, раскрыв ее, замрет над гривастым львом под золотой аркой из тяжелых букв «Дом Эттингера» и отвернется, чтобы Адиль не увидел его лица. Конечно же, в эти минуты он вспомнит слова своей барышни за любую цену, и, конечно же, это будет как звук трубы, как властный порыв к действию, но он всегда славился скоростью и точностью принятия решений, мгновенно передумает, все переиначив. Медленно улыбнувшись, достанет из нагрудного кармана куртки свой талисман, зеленый фантик от мятной карамели, где по кромке золотые буковки «Эукалипту Славагетти Дженуа». Этой конфетой много лет назад в аэропорту угостил уже беспамятную барышню итальянский монах-францисканец, благочестиво назвавший ее Белиссима, и ее морщинистая личика расцвело грустной улыбкой. И старинная книга с закладкой фантиком на восемнадцатой странице двойной талисман. Ах, ее надо бы за главной буквы писать. Книга, если бы за главная буква уже не была отдана другой великой книге, станет тем тайником, тем гениальным дуплом, через которое с ним будут сообщаться два его самых ценных агента. Леон с барышней долго сидели молча, ожидая, когда за ними приедут и повезут на кладбище хоронить стешу. Они еще не знали, как здесь положено. У него в наушниках стихла фуга Кирии, сменившись третьим номером Диэс Ииры, «День гнева». И грянул хор, взметнулись копыта, во весь опор помчалась адская конница, развевая огненные гривы, и тысячи летящих стрел затмили солнце. Вихри ада закружили в гигантскую воронку фигуры и лица, и голые жалкие руки, протянутые в мольбе. Рокот хора грозно перекатывал океанские валы, а поверх валов взияющую тьму небес взмывал леденящий вопль, слитный от ужаса голос хора. «День гнева! День гнева! О, как все вздрогнет, когда придет судья, который все строго рассудит!» И сумерки заполняли комнату в ожидании судьи, и страшно было щелкнуть выключателем. Вечером, часов в девять, явилась Владка, ввалилась, затопала ногами, крикнула «Все! Все!» Побежала по холодной чужой квартире, всюду включая свет ударом кулака. «Все! Похоронили нашу бабу!» Эти двое обомлели, ослепли, зажмурились. Леон снял наушники и, проморгавшись, бросил тревожный взгляд на барышню. «Кто похоронил?» в напряженной тишине спросила та. Она уже во многом путалась, но твердо знала, что после смерти с человеком прощаются близкие, ждала и готовила себя к последней беседе со Стешей, с которой коротала длинную жизнь с самого своего рождения с небольшим, но огромным перерывом на войну. За часы ожидания, что прожили они сегодня с Леоном, она перебрала в своей оскудевшей памяти то немногое, что было живо. Летние вечера на даче, блеск закатного моря и два тенора, две чайки, парящие над темно-синей водой, а еще бесшумные движения юной Стеши, убиравшей со стола посуду, мудрой Стеши, библейской фамари, для надежности запечатавшей в своем теле двойное семя Эттингеров во имя сохранности и продолжения дома. «Кто похоронил?» «Я!» шмыгая носом, отозвалась Владка. «Здесь все это быстро, чики-чики, обернули в саван, закопали и одью. Нешикарная процедурка, скажу откровенно». «Как?» слабо воскликнула барышня. «Ты не дала мне проститься? Мне, которая...» «Ах ты, гадина, гадина!» Два тенора парили над морем, кружили над морем, будто прощались перед тем, как навсегда улететь. «Здесь тоже есть море», вспомнила она. «Здесь даже несколько морей». «С кем прощаться?» крикнула Владка. «С мертвым телом? Прости с ней в своей душе!» Не произнося ни слова, Леон пристально смотрел на мать, будто изучал ее с пугающе замкнутым, каким-то задраенным для любых эмоций лицом. «Спасибо, что не в рифму». Только и было написано, на этом лице. Отвернулся, надел наушники и включил плеер на интроитус начале реквиема, которого боялся до смерти. И распахнулась мертвенная равнина мессы, невыразимая тоска вечного плена. Он знал, что сейчас начнется, и боялся этого, и покорно склонил голову, будто в ожидании топора. Это позже он будет мыслить тональностями, музыкальными терминами и всем своим существом, следуя мелодии, про себя обозначать водный септаккорд, цепсинкоп диссонансов, все то, что станет для него прозрачным смыслом музыки, ее хлебом, ее наработанным, но вечно неутолимым счастьем. А пока его обнаженная душа, скорбь звуков впитывала напрямую, без толкований и анализа, беззащитно, на ощупь, наотмашь. Грядущего вступления басов он боялся до дрожи грозного, потустороннего, неумолимого зова подземного мира, восстания мертвецов. По затылку его проскальзывал ледяной сквозняк, он инстинктивно поднимал плечи и зажмуривал глаза, перед которыми вставали бородатые тени в длинных белых саванах, неумолимые стражи мертвенного света, повелители белесой пелены, пожирающей синь и золото солнца. И это означало конец пути, и мальчикам ощущалось, как конец пути, хотя это было лишь начало мессы ее каноническим интроидусам. Не печаль и не скорбь, не предвкушение страха, это был ничем необъяснимый, не подвластный доводом рассудка ужас, от которого шевелились волосы на затылке, и дрожь прокатывалась по спине. Завывание адских ветров, зловещий клекот, и в глубине его, как в порывах бури, звучали далекие голоса потерянных душ, и время от времени молящий голос, нежный, сильный, отчаянный голос души сквозь угрюмый рокот ада. Он чуял. Он смутно догадывался, как можно спастись, самому стать голосом души, вот этой неистовой серебряной трубой, пронизающей далекие и темные пространства. Все можно изменить, думал он, все переиначить, победить адский мрак, звенящий горловой силой. Ему хотелось тотчас вступить в эту битву самой высокой, над мрачными низинами ледяного тумана искрящейся ноты «Я голос! Я голос!» Да, да, стать голосом, прорвать глухие пелены ненавистного тлена, вырваться к синеморского простора и отменить стешину смерть, да и свою смерть когда-нибудь тоже. Но сквозь навязчивый кошмар оркестровых вслипов звучали безутешные голоса. И черное солнце страшного суда прорезало клубни тумана, и минуту назад восставшая душа поникла, смирилась, приготовилась принять свою участь. Закрыв ладонями уши и зажмурив глаза, Леон молча плакал о стеши, представляя, как в эти минуты в невозвратную даль ее увлекают бородатые стражи бескрайней равнины, где синь и золото гаснут, где душа цепенеет, мертвеет, погружается в тень навсегда. Конец первой книги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова